Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и в сегодняшнем подкасте мы обсудим с вами последние новости по теме микротранзакций в крупных AAA-тайтлах, которые и так продаются за полный ценник, ну а также, конечно же, наших любимых лутбоксов. Повод для этого есть, повод очень серьезный. На самом деле, еще месяц назад издание Rolling Stone обнаружило любопытный патент, принадлежащий компании-издателю Activision. Суть патента заключается в том, что это некие скрытые механики, которые должны закладываться в игру с целью подталкивания к совершению микроплатежей тех людей, которые этого не делают по каким-то причинам. Там есть сразу несколько пунктов, но всех их объединяет то, что вот человека, который и так заплатил за игру уже там 60 долларов, например, в Америке, да, или 60 евро в Европе, его будут скрыто, аккуратненько подталкивать к тому, что неплохо было бы задонатить. Причем, ну, один из примеров просто приведу, который вот, как по мне, вообще это полный кэша-трэш. Например, вот если игра мультиплеерная, то они будут специально подбирать в команды, в противоположные, людей, которые донатят и не донатят, чтобы те, кто не донатят, обнаруживали, скажем так, что у них проблемы в связи с тем, что они не донатят. То есть они смотрели, как круто играют, да, и какими ништяками обладают те люди, кто все-таки бабки занес дополнительные, и вследствие этого должны испытывать некое желание тоже бабки принести разработчикам, вернее, издателям, да. И тогда, когда это обнаружилось, попросили информацию о Activision, они заявили то, что данный патент, да, мы его, как бы, зарегистрировали, но чисто так, просто по фану, то есть мы его не используем ни в каких играх, и все это полная фигня, типа, в наших играх все честно, все хорошо. Вот, ну, естественно, никто им не поверил, потому что я уже миллион раз говорил, что издателям верить нельзя, они постоянно врут, это, к сожалению, норма. Но вот недавно, ребята, обнаружилось кое-что очень серьезное. В игре Destiny 2, кстати, напоминаю то, что я являюсь ее владельцем, я в нее играю периодически, у меня даже на основном канале обзор был, если не смотрели, посмотрите, вот, недавно вышел, недельку назад. В игре Destiny 2 обнаружилась некая скрытая механика, которая должна подталкивать, как раз-таки, игроков к совершению микротранзакций. Механика это, причем носит такой довольно своеобразный характер. Надо немножко объяснить вообще, как там, что в Destiny, чтобы вы поняли. В общем, суть такая, что в Destiny вообще есть прокачка, но максимальный уровень, он всего лишь 20-й. Получить его можно часов за 10, если не быстрее. Далее, после этого, если вы будете продолжать в нее играть, напоминаю то, что это ММО-игра, она рассчитана на долгий период жизни, то есть там даже после прохождения кампании будут постоянно дополнительные задания, DLC там, каждый день там какие-то новые, скажем так, ивенты возникают, и люди в Destiny играют месяцами, там, годами даже некоторые. После достижения 20-го уровня ты можешь продолжать прокачиваться, но вместо уровня тебе будут давать яркую, по-моему, энграмму, она так называется. Вообще, эти вот эти энграммы, это некий аналог лутбоксов в Destiny, их можно получать за повышение уровня, там, их также дают некоторые персонажи за выполнение заданий, либо за сбор каких-то ресурсов, там, есть много способов, но в том числе их можно и за бабки тоже купить. Данные лутбоксы, они на самом деле не дают никакого преимущества, то есть там в основном всякие украшалки, скинсы, иногда бывают некоторые, эти, как они, господи, забываю все время слово, ну, в общем, моды для оружия, то есть, но они такие там простенькие, и на самом деле, как бы, ну, тот человек, который будет покупать вот эти энграммы, он, извиняюсь, никакие преимущества особо иметь не будет в игре, но, что обнаружил один из игроков на портале Reddit, если мне память не изменяет, он обнаружил ситуацию, что игра подтасовывает опыт, который ты получаешь за выполнение квестов и различных заданий, а также просто за убийство врагов, исходя из того, насколько активно ты играешь. То есть, если ты, допустим, играешь редко, но по чуть-чуть, то у тебя все нормально, ну, более-менее. То есть, ты тебе пишешь, что ты получил там 500 опыта, например, ты получил 500 опыта. Если ты играешь больше, то есть много времени подряд, то игра со временем начинает по факту уменьшать получаемое количество тобой опыта. Напоминаю то, что при достижении, как бы, следующего формального уровня тебе дают вот эту вот энграмму, вот этот вот лутбокс. И чем больше ты играешь, если ты начинаешь задротить в эту игру, конкретно, там, часов по 10, да, в день, то игра начинает урезать получаемый твой опыт вплоть до 95%. И он это проверил. Есть исследование, да, которое наглядно абсолютно, ну, видно просто то, что это так. Причем сделано так, что игра пишет, как будто ты получил 500 опыта, а на самом деле ты можешь получить только 100. То есть это реально скрытая механика, она не показывается игроку. Когда это все спалили, самое интересное то, что Банжи там, или я уж не знаю, или, напоминаю, кстати, Activision, они издают, почему речь-то про Destiny, Destiny они издают, вот, причем странно очень, они издают ее посредством торговой площадки от Blizzard. Из-за этого я, кстати, сделал ошибку в обзоре, я сказал то, что, мне почему-то показалось, что ее Blizzard издает, потому что раньше всегда игры, которые распространяются через Battle.net, их вроде как раньше только Blizzard издавали. Ну, вот сейчас еще Activision. Так что издатель Activision, и после того, как это все заметили, они признались, то, что да, мы используем такие вещи. Но они, как они заявили, они убрали данную механику и просто увеличили при этом необходимый опыт для получения следующего уровня в два раза, при этом убрав старые скрытые механики. То есть теперь, как бы, не можно хоть задротить, хоть играть час в день, разницы нет. То есть опыт ты получаешь одинаковый, как по идее должно быть, но при этом общее количество увеличили в два раза, соответственно, вы будете в два раза просто медленнее прокачиваться. Конечно, это лютый зашквар. Просто потому, что это самая настоящая скрытая механика, которая должна подталкивать игрока к совершению микроплатежей. Да, эти энграммы, они не дают преимущества, но суть такая, что человек, вот понимаете, вот он хочет новую энграмму, например, получить, он начинает задротить, то есть он начинает играть час, два, три, и чем больше он играет, тем меньше он опыта получает. В итоге он плюнет просто, да, увидит то, что что-то медленно опыт растет и пойдет задонатит. Расчет на это. И сейчас, конечно, найдутся, как всегда, защитники микротранзакций. Ну, им бесполезно, еще раз говорю, что-то объяснять, там мозга нет, в принципе, у людей. То есть они не понимают то, что все это вводится вот в таких моментах пробными такими шажками, которые поначалу не сильно влияют на баланс, но это делается для проверок разных. То есть, понимаете, чтобы даже если вот они обосрутся, как сейчас, где нашелся человек, который проверил, заскринил, все сделал там, как бы, ну, привел пруфы, да, чтобы можно было всегда отмазаться, то есть и не разгорелся такой жесткий вайн, как вот, например, с Battlefront, понимаете? То есть поэтому рассчитывать на то, что они уже соврали, понимаете? Они сказали, что скрытые механики в наших играх их нет. То есть до этого, когда вот их с патентом поймали, а сейчас выяснилось то, что они есть, эти скрытые механики. То есть это уже вранье. Если вы думаете то, что дальше они будут вести себя так же корректно, там, ну, то есть как бы, то, что вот ситуация, где это не влияет на баланс, это временно, если вы это так искренне думаете, то вы дебил. Потому что, ну, абсолютно ясно видно то, что разного рода, разные издатели, там, неважно, Activision или Electronic Arts, они пробуют разные способы высасывания дополнительных денег. И те люди, которые говорили то, что да, что вы ноете на лутбоксы в Origins, там, да, в Assassin's Creed или в Shadow of War, да, у меня нет времени, чтобы играть. Да, мне наоборот, типа, в кайф задонатить, типа, чтобы, ну, не гриндить, там, и так далее. Но сейчас-то уже видно то, что, понимаете, не просто вам дают возможность пропустить часть однотонного игрового процесса за деньги, а вам будут специально создавать условия, при которых вы не захотите тратить свое время на достижение какого-то результата в игре бесплатным методом. Вам специально будут занижать опыт, специально будут занижать все, чтобы вы задонатили. И это не какая-то, там, знаете, гипотеза, это факт. Это просто факт. Этот факт, он проверенный, есть все прупы, все доказательства, все исследования, и более того, уже сознались, то есть, издатели, они признались в этом. То есть, это не какой-то, там, домысл. И то, что эти скрытые механики используются по-тихому, это тоже факт уже. Понимаете, в чем суть? То есть, чем дальше, если вы думаете, то, что через год, через два будет все вот так же, пока что не слишком навязчиво, да, то вы в этом очень сильно ошибаетесь. Это будет все больше, больше, больше внедряться. В мультиплеерных играх, вот вы скажите, вы хотите играть против пацанов на фулл-донате? Вот вы купили себе колду, например, новую, там, да, в следующем году, например, выйдет Call of Duty, да, и, там, заплатили за нее 60 долларов, и вы играете, и понимаете, что вас гнут. Потому что, я вот говорю, ну, сейчас не то, чтобы уверен уже, потому что Battlefront, он, как бы, создал прецедент, в котором компания Electronic Arts понесла убытки, поэтому, возможно, Activision не будут в следующей колде вводить еще на гип за бабло, но это не они, да кто-нибудь другой будет пытаться все равно. Вы хотите играть вот в шутер, в котором вас специально игра кидает на фулл-задоначенных пацанов, чтобы они вас, на вас ссали, и, как бы, игра подсказывает тебе, что, может быть, ты тоже задонатишь? Вы хотите в это играть? Такого говна даже во фри-то-плее нету, даже в сраном Warface такого нету. Ребята, в Warface такого нет, в танках такого даже нету, нигде такого нету, а в играх, которые и так стоят 600 долларов, такое есть, уже есть все факты, факты налицо. То есть, понимаете, суть такая, то, что с каждым, я думаю, годом, сейчас, если это как-то все не по каким-то причинам не прекратится, все больше будут подталкивать людей к совершению микроплатежей разными самыми способами. В сингловых играх это делать очень просто. Специально засовываем в игру много-много гринда, чтобы тебя заебало это все. Что ты, тебе, например, чтобы пройти какой-то этап игры, нужно, там, достичь какого-то уровня, или какой-то уровень шмоток нужен, или еще чего-то. И для того, чтобы это получить, ты вынужден совершать так называемые репетитивные действия, то есть однообразные, которые, ну, гринд, в простонародье гринд фарм, как хотите называйте. И если ты не хочешь этого делать, то ты должен задонатить. И игра будет специально создавать все менее приятные и более, скажем так, муторные условия для тебя, чтобы ты заебался, понимаете, там, допустим, гриндить в новом Assassin's Creed, который там выйдет через пару лет. Это будет делаться специально в Shadow of War, например. В Shadow of War, например. Это уже есть там в четвертом акте, наверняка многие слышали. Если не гриндить, ну, ты не сможешь, короче, получить истинную концовку игры, если не пройдешь четвертую главу полностью. И чтобы это сделать, вам нужно просто десятки часов гриндить, либо задонатить. Это, то есть, уже вводится в игры, понимаете, в данный момент. Специально. Это есть в Assassin's Creed последнем. Ну, там это чуть помягче, но тоже есть. То есть там для того, чтобы пройти некоторые моменты, вам нужно обладать каким-то уровнем. Потому что противники выше вас по уровню, хотя бы на один, они мало, практически неуязвимы. То есть вам нужно докачиваться. Чтобы докачиваться, вам нужно гриндить. То есть, понимаете, у нас в играх, ну, как бы полновесных AAA-играх появляются элементы каких-то корейских MMORPG, по большому счету. И если вы думаете, что это само собой остановится, или то, что это будет на том же уровне, что и сейчас, то вы идиот. Потому что сейчас уже видно прогрессию в этом плане. Как издатели и разработчики, в том числе, которые делают все по приказу издателя, да, вот все, что связано с монетизацией, они конкретно вот заморочились и решили данные механики использовать все более нагло. Просто они не все, как бы, вы понимаете, сразу же делают как Electronic Arts с Battlefront, потому что боятся обосраться так же, да, делают это постепенно, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Гаечки подкручивают, подкручивают и проверяют, докуда люди будут это терпеть. То есть, если начинается какой-то вайн, то, хоп, они все, типа, мы дали заднюю, типа, мы выключили, сори, сори, типа, мы не там, ну, ошиблись, там, не знаю, ошибка кода, еще что-нибудь. Через какое-то время снова будут подкручивать. И, ну, вот, как бы, после этого случая с Destiny, просто, понимаете, я вот, когда запустил Destiny, мне понравилась эта игра, очень понравилась. Ну, как бы, она, да, она дорогая, конечно, но она прикольная в том плане, что она хорошо оптимизирована, в ней нету каких-то вот этих вот элементов, ну, как вам сказать, ну, вот то, что сейчас пользуется спросом, зачастую, и то, что сейчас везде. То есть, это игра полностью доделанная, она не в раннем доступе, в ней, ну, как такового, там, говорю, есть какой-то микродонат, но он ни на что не влияет. В ней, как бы, все сделано качественно, и я вот, когда в нее играл, я думал, блин, ну, классно, что такие игры все еще выходят, там, Sony все-таки, то есть, все, как, ну, как Sony, там, ну, банджик делает, не суть важна. Но, короче, это не Sony, но это игра, которая в свое время, как сказать, в свое время была очень популярна на PlayStation, поэтому все-таки, как бы, как-то у меня есть почему-то в Destiny аналогии к компании Sony и к консоли PlayStation. И тут мы видим то, что даже в Destiny то же самое, еб твою мать, вот просто, и это будет все больше и больше, в каждой последующей игре этого будет все больше. Сейчас, вот, как бы, то, что люди умудряются все это вскрывать и, как бы, да, и не дают по-тихому все это вводить разработчикам, это большой плюс, потому что разработчики вынуждены оправдываться, они вынуждены сокращать темпы вот этих вот закручиваний гаек, но это будет делаться в любом случае. Они будут, они не остановятся, они будут пытаться дальше, потому что там по бизнес-планам уже все расписано, я думаю, то есть, как бы, просто они будут корректировать эти бизнес-планы, они будут замедлять скорость закручивания гаек, там, может быть, немножко ослаблять временами, но конкретно эти люди, они нацелились на наши кошельки. Конечно, самые такие отбитые защитники говорят то, что это все необходимо, потому что разработка игр подорожала, там, все в этом роде. Да, разработка игр подорожала, это факт. Ну, технологии растут, игры становятся сложнее, но ведь почему-то нормальные разработчики продолжают делать нормальные игры. Почему-то некоторые люди, даже если они хотят ввести микротранзакции, то не делают это на скрытых механиках, которые вам специально палки в колеса вставляют, если вы не донатите. Почему-то некоторые разработчики вводят, если и вводят донат в игру, то завязаны только на визуале. Вот в том же самом Ассельсинскрит, вот что мешало, там есть внутриигровые платежи, там можно купить единорога, костюм мумий, там, всякие разные скинцы. Ну, так оставьте на здоровье, кто-то против, что ли? Ну, хочет человек на единороге кататься, пусть купит, это не мешает игре, не важно там, ну, то есть, это не влияет никак. Но зачем искусственно создавать фарм и гринд в игре? Это не обязательно, то есть, хотите зарабатывать больше? Хорошо, говорю, вводите донат, но не надо его завязывать на балансе игровом, вот и все. Если это сейчас все будет в тех же темпах расти, то мне реально страшно представить, что будет с играми. Мне кажется, что через пару лет мы будем все играть тупо во фри-то-плей, потому что какая разница, зачем, если везде одно и то же, да, только фри-то-плей хотя бы он бесплатный изначально, и там хоть поменьше надо, по сути, ну, то есть, денег меньше ты потратишь. Потому что это все, это не здоровая фигня. В сингл-играх это вообще нахуй не нужно все абсолютно. Я говорю, хотите заработать дополнительно, сделайте дополнительные, например, там, говорю, скины для персонажа, дополнительные какие-нибудь уровни, там, еще что-нибудь придумайте, да, сделайте. Но чтобы это не влияло на баланс, не надо людей заставлять донатить, это такой зашквар просто жизнь. На этом на сегодня все, пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. Всем до скорого и всем пока.